Девушки отдыхают Вот, мне в нее захотелось, ребят, еще немножко поиграть Вот, и у нас с тобой будет новый сезон Ну, так сказать, новый сезон Я не знаю, я поставил две модификации Мебелирование дома, то есть в домах должна быть мебель И мод на охотничество То есть зона охотничества у Лачук будет выше Все, в принципе, остальное все по стандарту, ребят Карта случайная Размер карты мы, я думаю, сделаем маленький, ребят Потому что мы в тот раз играли с тобой на средней карте И там территория гигантская была Я думаю, маленькой карты нам хватит Равнины Да, мы сделаем равнины Климат мягкий у нас будет Потому что мне и мягкого климата, ребят, хватает, на самом деле Вот, и бедствия, да, включены у нас будут Вот Деревня Буррофуч Давайте какую-нибудь Давайте какую-нибудь Майрофренд Аскот Аскот будет Пускай будет Аскот, ребят Пускай такой будет ландшафт Начинаем Вот В общем, поиграем с тобой Немножечко Вот Я себе поставил как бы цель Знаете, какую? Чтобы у меня жило тысяча жильцов, ребят Чтобы жило тысяча жильцов Но я навряд ли это сделаю Потому что я не такой профессионал в этой игре Вот Игрушка очень хардкорная Вот Что-то мне захотелось опять в это хардкор немножко вернуться Так, игра на паузе Мы сначала смотрим, что у нас по карте Во-первых, нет В тысячу жильцов, с ней говоря, я, наверное, не заселю Потому что Как видите, карта действительно очень маленькая Хотя, почему нет? А почему нет? Нет, можно вообще-то заселить тысячу жильцов? Ладно, посмотрим То прохождение у нас было немножко неудачное в конце Да, как бы Наверное, знаете что? Наверное, пойдем в левую сторону Где будем дома строить? Так, серию я засек? Да, засек Так, дома, наверное, будем строить И, наверное, в правую сторону мы дома будем смещать сюда А в левую, наверное, у нас пойдет лесное хозяйство Вот здесь вот будет Потому что здесь холмы Это все выравнивать не очень приятно Вот Все будет не очень приятно выравнивать Я уже не помню, ребят, как играть, если честно Добыть все ресурсы Давайте вот так вот сделаем Сразу вычистим вот так вот все Пускай он сразу все вычистит у нас Так Что нам нужно первым делом? Нам нужно первым делом будет Ну, во-первых, мы на Х1 сначала, да? Пускай ходят Так, нам что первым делом? Нужно обеспечить... Я уже забыл, ребят Что нужно? Нужно обеспечить нас всех едой Будет, да? Нам нужно обеспечить всех едой Это самое главное Самое главное здесь две вещи Это еда И дрова То есть, чтобы был... Либо уголь Да? Нам нужно отапливаться зимой Зимой И нам нужно Отапливаться зимой И нам нужно кушать Кстати, насчет музыки Подождите Блум отключен Высокая Высокая Так Цельсия Звуки Что у нас? А, музыка у меня и так выключена Все нормально Все нормально Ладно Так Нам нужно сразу будет, наверное, дома Лачуга Нет, малый дом нам нужен Сразу Я думаю Сразу мы их пересели в малый дом Мы два дома сразу построим Даже три Наверное Нет, двам построим Два домика мы сразу, ребят Построим Построим мы их Тут, знаете, что я понял? Еще надо все вплотную, ребят, строить Раз Все надо, ребят, вплотную строить Два Нет, дожди Тут вот так Два Вот так мы строим, ребят Вот так мы строим с вами Так Сюда мы отправляем рабочих Пускай сразу работает Два дома мы строим Почему эти два дома? Там потому что лучше, ребят Лучше, чем в этих шалашах жить Там будет им теплее Там будет круче, лучше и так далее Так, ну-ка, давай Ага Бери Так, он там будет круче, лучше и так далее Так, зверьем мы немножко с тобой порубаем Так А я, кстати, поставил мод на... А, он не работает, да? Да Здесь мясо, кроме шкур должно быть еще Моды, блин, не работают Там у нас старая версия, в общем, точнее версия новая Моды старые В общем, на нее никто сейчас модов не выпускает Это уже старущая игра Вот, но очень довольно-таки интересная Вот, так, что нам нужно? Нам, я думаю, знаете что, ребят? Мы сразу же построим рыбную ферму Да, мы сразу же построим рыбную ферму Или что мы построим? Или... Или лучше поле Рыбацкий домик Это домик, это он там будет ловить Нет, нам надо Нам нужна рыбная ферма О-о-о-о Так Так Мы сразу с тобой две рыбных фермы построим Чтобы у них была Еда То есть рыба будет Так, дальше что нам надо будет? Нам надо будет построить домик лесника Да, с едой сразу надо бы вообще решить Вообще у нас весна На самом деле поле бы сразу построить Охотничий домик тоже надо сразу построить будет Так, а А куда у меня? А, да, действительно, благодаря моду Видите, как теперь широко Смотрите, видите, я вот В правом верхнем углу Да, у меня домик А видите, какой теперь этот радиус У охотника Охренеть Это модик Сработал Таким модиком-то мы тут сразу все это Охранять сейчас будем Ну да Тогда вот здесь где-нибудь построить Подальше, да Я думаю, вот здесь вот Да, вот здесь подальше сделать Пускай будет Пускай охраняет нас Это и припасы Потому что Домик охотника, ребят, строить нужно Во-первых, он будет охотиться Охотники будут охотиться на На медведей На всякую там живность Будут охотиться Добывать мясо Вот, и плюс эти медведи Всякие Они будут к нам приходить Воровать наши Вот эти наши всякие Вещи Всякую нашу еду Ресурсы И так далее А мебель здесь есть Значит, мебель, да Мод на мебель работает Тут хотя бы мебель хоть какая-то появилась Детей у нас не хватает Да, точнее говоря, у нас людей Не хватает в данный момент К сожалению Вот, но ничего страшного Эта мать почему-то строит Но она типа без дома, что ли? Показать дом жильца В ней нет дома А почему у нее нет дома? Потому что тут максимум вместимость 3 Ага, она ушла Там завели ребенка И ее выселили Короче, оттуда Ну сейчас мы домы построим Ничего страшного Ну сейчас два дома построим Все в них будет Сейчас у них все будет Все будет хорошо Так, сначала мы будем играть На медленной скорости Чтобы я вспомнил вообще Как играть, ребят Чтобы я вспомнил Как играть Вот Так, значит Лес мы будем с тобой Добывать слева Лесная ферма Это будет у нас Слева По лесу Да, мы работать Думаю, будем Да Так, амбар Так, домик дровосек Домик лесника Да, мы будем где-нибудь По левой стороне работать Надо, кстати говоря Поближе где-то Ставить Сначала Сначала лучше Ставить ближе Чем ближе Тем лучше, ребят Изначально А потом просто Перемещать потихонечку Туда вглубь То есть Лучше сразу не ставить Куда-то далеко Потому что он пока идет Он может замерзнуть Нахрен Насмерть И Он умрет Да Здесь так это все работает К сожалению Это так Вот То есть Надо быть Ребята Аккуратным Склад с амбаром Я бы перестроил На самом деле Немножечко Вот Так Здесь что у нас Сейчас туда дрова Должны будут принести Да Угу Так Нам сразу Дрова надо будет Решить вопрос По дровам Тоже бы Сразу бы Надо решить Решить вопрос Ребят Домик дровосека Домик дровосека Домик дровосека Кстати говоря Можно здесь Сразу же поставить Здесь потому что И дрова таскают Сразу И Ну домики Я наверное здесь Пока буду устраивать Здесь еще наверное домик Потом здесь домик Построю Потом наверное Вот за место этих Я тоже домики построю Так что я думаю Но здесь все будет максимально, я думаю, уместно. Да? Да, я думаю, здесь будет как раз-таки максимально уместно. Так, по дорогам я помню, ребят, у нас есть проклятие дорог, некое... Да-да-да, тропинки, вот эти каменные дороги. У нас есть некое проклятие этих дорог. У нас из-за этого все поселение чуть не вымерло из-за этих дорог. Но здесь есть приоритет, ребят, я знаю, что здесь есть приоритет, здесь можно нажать, и вот здесь вот общая информация, и вы здесь выберите территорию для повышения приоритета, и можно приоритет кому-то повысить. Так, все, здесь заселились, здесь заселились, хорошо. Рыбка есть, это есть. Покушать у них будет, что? Пока что еда есть. Хлеб есть. Так, дети, двое, двое младенцев, двое в подростковом возрасте. Угу. Так, нам надо их будет обеспечивать едой. Пока мы только построим два домика. Пока только два домика, потому что они сейчас расселятся, потом тут нарожаются. Сюда еще двое, может, точнее говоря, сюда еще одного можно заселить будет. Отсюда выселились, да, они? Ага. Так, давайте, я думаю, x5 уже можно сделать. Пускай работают. Так, давайте у нас удачно как бы сохранить текущую игру, да, мы сохраним. Сохраняем текущую игру, ребят. У нас как бы начинается вроде бы пока все нормально. Пускай они работают, но нам надо сразу с едой решать вопросы. Все, конечно, хорошо. Я думаю, надо бы сразу... А что у нас, в принципе, да, с едой? Мы вот сюда будем сейчас таскать, да? Ну да, нам сюда надо будет. 300 бревен надо. А где нам столько бревен взять, не знаю. Рыбная ферма. Ладно, сейчас где-нибудь что-нибудь найдем. Где-нибудь что-нибудь, ребят, найдем. Обязательно. Так, сюда двое переселились. Ага, нормально у них там. Вот, пожалуйста, лиса идет к нам в амбар, да? Лисы у нас здесь гуляют. Лиса, кстати говоря, это... Ну, вообще, все животные, которые здесь ходят, это они ущерб наносят, они съедают у нас то, что есть. Пожалуйста, откуда она пошла? Вот здесь еще волчары я где-то видел. А где волк? Хорошо. 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 Самое главное, это вот медведей этих не подпускать всяких. Всяких вот этих говнорей таких мелких. Ну, в кавычках, мелких, конечно же. Так. Так. Нам надо будет 150 дерева, да? Блин, нам надо тогда где-то дерево сейчас еще повырубать. Где-нибудь вот здесь вот. Здесь нам дерево тоже нужно. Для того, чтобы это все построить. Так, дерева нету, все, трындец. Чуть-чуть дерева не хватило, ребят. Здесь тоже 150 дерева надо. Прям надо вырубкой заниматься, ребят. Активной сейчас вырубкой, к сожалению. Иначе у нас будет жопа по дереву. Думаю, вот так вот хватит. Пускай вырубают. Эти пускай потихонечку строят. Так, с жильцами у нас все хорошо. Пока у нас места много. Если что, даже подселить кого-то можем и так далее. Сейчас главное. Так, пока с домами у нас все. Ну, хотя можно будет эти три хибарки снести. Построить девять, да? Получается, два дома. Да, два дома придется построить. Заместо этих двух хибарок. Ладно, это потом. Чуть-чуть попозже. Я думаю, парочку зим мы так переживем. Первым делом, что нам надо? Так, во-первых, у нас здесь проблемы начались с... Начались проблемы с этой. С поставками с этими. Не с поставками, а с... А, нет, может. Подождите-ка. В чем проблема? Подождите. Тогда надо снести это. Все, он может здесь строить? Нет, не может. Типа заблокировано. Собака-то не крещеная. Ну-ка, давай-ка. О, да теперь может. Интересно. Интересно. Ну, ладно. Пускай будет так. Мишка гуляет. Мишка нам бы здесь нахрен не упал бы, на самом деле. Мишка. Подожди. О. Хорошо. Так, пускай здесь строят. Там тоже пускай построят. В общем, на пару лет мы им работы дали. Собирателей бы нам тоже бы прокачать надо будет. Кстати, у нас инструменты есть улучшенные, да? Инструменты бы тоже надо бы. Так, с деревом, да, у нас проблемы. А что вы это не строите? Не хотят. Не хотят строить. А, дерева не хватает. Так, эти дерева вырубают потихонечку. Да, с деревом проблема. Слишком уж много я захотел. Ну, здесь, да, это строительство, струбную ферму хотя бы давайте достроить. Вы что? Значит, что у нас? Проблема будет уже. Нам проблемы здесь не нужны. Здесь еще не достроили, а? Сорок дерева. Так, потихонечку сюда подносят. На самом деле, вот здесь бы, да, тоже бы тот строечкой бы занялся сразу. Так, ну здесь сейчас рыбную ферму достроят. Я думаю, знаете что, будем уходить в рыбную ферму тоже, ребят? Хотя они по дереву затратные. Но я думаю, будем уходить в рыбную ферму тоже. Будем продолжать сюда рыбную ферму, еще одну, еще одну, сюда, еще парочку, шесть и сюда еще. Восемь рыбных ферм минимум надо будет строить. Очень полезная вещь, на самом деле. Круглосуточно работает. Поставляет рыбу. Вот. И для начала нам будет это очень эффективно. А в следующем году мы попробуем поле с тобой сделать. Нам нужно будет сделать поле. Вот. Здесь пускай пока копится рыба. Так, лимит мы пока сделаем в... Еды в... Сколько нам надо-то? Давайте пока пять тысяч еды лимит. Лимит пять тысяч. Пускай пока копится рыбка здесь. Пускай пока копится. Хотя можно уже туда фермера одного поставить. Но я думаю, пока не будем, пока там еда копится. Так, дрова, да? Дров у нас, ну я думаю, в тысячу дров мы пока обойдемся. Да. Тысяча дров. Так. Сюда мы уже практически принесли дров сколько надо, да? Туда сорок. Все, вырубили сразу. Видите, как жестко, ребят, вырубили. Ну, потихонечку все равно дрова, они... Они здесь, это, вырастают. Дерево потихонечку, оно все равно вырастает. Так, а здесь-то что? Ага, тоже препятствие, да? Тоже почему-то не может... Почему-то не может зайти... Подождите. Ам... А он сработает вообще, если они так построят? Просто у меня есть подозрение, что... Блин, а почему он так строит, интересно? Не знаю, почему-то они как-то странно строят, но да ладно. Так, вот здесь вот самое интересное. Уже можно охотников отправлять. Давайте, я думаю... Одного охотника мы отправим. Тем более, у нас подросток, ребят, вырос один. И мы его сразу в охотники отправим. Пускай он идет сразу охотой заниматься. Не знаю, вот сейчас он пандус здесь вот этот построит. У меня просто заблокировано. Видите, вот этот вот знак, типа, запрещено. Это говорит о том, что... Он не может попасть на эту постройку. То есть не может в это здание попасть. Потому что тут, видите ли, вот задница такая. Вот, все, он смог попасть теперь сюда. Теперь он здесь строит. 30 еды здесь есть. Так, это теперь у нас здесь охотится, да? Охотник. Ну, охотник, да, у него территория теперь охренеть какая, благодаря моду. Видите, то есть какая гигантская территория. Он теперь ее охраняет. Нам ее надолго хватит. Я думаю, даже шестерых охотников у нас здесь будет за глаза, чтобы территорию всю прикрыть. Вот, пускай идет охотиться. Так, я что думаю, здесь лесников, да, надо будет сейчас выставлять. Нам нужно, потому что будет дерево. То есть рыболовов надо будет, да, ставить. И лесников. То есть нам нужен бы лес теперь. Домик лесника. Чтобы недалеко было, так как мы сюда будем уходить, я думаю, можно пока... Где-нибудь вот так вот поставить. Рядом с домом лесника, кстати говоря, знаете, что надо сразу ставить, ребят? Надо ставить, ребят, мелочуга-собирателя, а шалаш-знахаря надо ставить. Да, добыча лекарственных трав для лечения болезней, количество рабочих 2. Да, тоже надо, ребят. Сразу же, чтобы туда в лес ставим, там он травки будет собирать, чтобы у нас никто не болел. Мы все равно расширяться будем вот в эту сторону. То есть мы домики все будем расширять в правую сторону. Вверх и вправо. Влевую мы трогать не будем. Здесь у нас лес-промхоз-зона будет. Остров небольшой. Остров небольшой. Мы будем с тобой развиваться в левую... В левую мы не будем, тут лес будет. А мы в правую будем. Погода испортилась. Погода отвратительная. Так, где у меня там лесник-то мой? Так, здесь тоже рыбка начала копиться. Здесь до 100 накопится и все. И будет лимит. И будет, ребят, лимит. Так, ожидается пополнение. Это хорошо. Так, пускай строится. Так, уже построили. Нифига себе. Так, лес. Ну что, в тысячу, я думаю, тоже, да, ограничения? В тысячу, я думаю, пока леса нам больше не надо. Запас пищи на исходе. Да-да-да. Запас пищи, да-да-да. Конечно, на исходе. Запас пищи, это знаете, что имеется в виду? То, что мясо, мясо на исходе. А не вообще запас пищи. Запас пищи у нас много, ребят. Знаете, что я думаю? Раз нам пока заняться нечем. Давайте-ка вы, ребята. Вот здесь вот все, что видите, вот это вот. Давайте-ка тащите домой. Смотрите, сколько здесь руды всякой оголилось. Вот это все, ребят, тащите-ка домой. Это все нам очень сильно пригодится для новых домов. Деревья-то вырастут, ребят. Деревья вырастут. Здесь не будет так голо. Деревья вырастут. А вот камни новые уже не появятся. Вот если мы сейчас камни эти вырубим, то уже камней больше не будет. И это печально, потому что нам надо сразу бы задумываться. Знаете о чем? Правильно, ребят. О шахтах. Каменоломня нужна. Да, видите, на зеленых меточках. Можно ставить 5000 камня. Можно вот здесь прям поставить. Здесь 500 дерева надо. Здесь что у нас? Рудная шахта. Руда. 2000. Сразу тоже надо где-нибудь ставить. Вот здесь вот. Вот. Надо прямо вот здесь вот 9000 тоже ставить. Ну, 500 дерева, это, ребят, до хрена. Вот. И, конечно же, глиняный карьер тоже нужен. 3000 вот здесь вот глины. Можно все здесь построить, прям рядышком, чтобы... Чем ближе вы строите, тем лучше, ребят. Чтобы им было... ...проще... ...бегать, короче говоря. То есть, чем меньше бегать им, тем лучше. А то они могут замерзнуть, умереть и прочее, прочее. Что нам теперь нужно? Нам надо стабилизировать еду, по сути. Стабилизировать дрова. Дрова у нас стабилизируются, потому что у нас уже есть... У нас уже есть лесники. У нас есть лесники, а значит, дрова у нас тоже будут, ребят. Раз у нас есть лесники. Вот. Дрова, значит, тоже будут. Потихонечку. Еда, да, нам нужна будет на постоянной основе. Постоянной основе. Ну, пока у нас здесь домик лесника, нам пока хватит. Что там, построили эту хибарку-то? Ага, дерево все принесли. Камень. Камень. Да, не хватает камня? Сена не хватает, да? Сейчас уж принесут. Добудут вот это вот все, что у нас вот здесь вот есть. Вот это все надо добыть. И надо было... Ранняя весна. И надо было в следующем году, на самом деле, уже поле какое-то сделать, ребят, небольшое. Допустим, вот здесь вот сзади, можно было бы сразу сделать поле, где выращивать, к примеру, какие-нибудь овощи. Да, я думаю, так и надо поле. Какое-нибудь небольшое поле. Ну, типа вот, в два дома. Да? Первое такое, ребят, небольшое поле. Типа 23 на 24, 22. Что если 23 на 23 сделать? Это прям уже большое поле. На него много людей надо будет. Давайте сделаем маленькое поле. Ладно. Мы сделаем 23 на 10, вот такое вот. Да, мы сделаем 23 на 10, ребят. Нам его хватит пока. Мы всегда его успеем перестроить. Вот. Мы с тобой не переживаем за этот счет. Так, здесь все принесли. Кстати, началось строительство. Да, лес рубится пока. Потихонечку. Нужно все стараться ближе делать друг к другу. Это очень поможет. Так. Отсюда мы пока отключим. А как бы мне включить туда? Здесь пока приостановим, а сюда мы хренак подключим. Хитрое я дело... А рыба ловится вообще? Если я приостановил ферму. Нет, рыба... А, нет, все равно ловится рыба. Как бы... Все равно рыба ловится. Пускай отсюда теперь все заберет. Пускай отсюда теперь все заберет. Так. Здесь потихонечку строительство. Пускай происходит. Видите, уже все заросло. Видите, дома построил. Видите, уже все деревьями зарастает. То есть надо опять вырубать. Людей мало, не хватает населения. У нас и с едой-то проблемы пока. Так что особо мы ничего с тобой пока тут делать не будем. Так, пускай копятся здесь на рыбной ферме. То есть какой-то уже приток еды у нас идет потихонечку. Еда кончается, да. Но в следующем году у нас как раз будет поле. Небольшое. Которое будет нас кормить. Сколько там единиц овощей будет давать. И это хорошо. Давайте уже достраивать, е-мое. Шалаш с нахрям. Сейчас достроят. И все. У нас скоро три новых жильца еще. Ну, точнее говоря, не три новых жильца, а три ребенка подрастет. Тоже пойдут работать. Вот. Что, достроили? Нет? Нет. У нас же один рабочий-то. У нас же один, ребят, рабочий-то. Здесь, видите, потихонечку вырубают. Потихонечку рубят. Здесь 50, если что, есть еды. Так, дорубили, кстати говоря. Давайте, кстати говоря, 500 сдел... Ой, не 5 тысяч, 500. Да. Знахаря 500 хватит. Он просто, кстати говоря, вот эта лавка знахаря, точнее шалаш знахаря, да, вот этот, который я построил. Он просто что делает? Лечебные травы добывает. Вот. И он приносит на склад лечебные травы. Он приносит на склад лечебные травы, насколько я знаю. Вот они. А, это овес. Извините. Это не лечебные травы. Он, короче, добывает лечебные травы. И люди сюда приходят, берут, если заболели, берут эти лечебные травы. Вот, берут эти лечебные травы и лечатся. Осень настала у нас. Поле как раз сейчас к следующему году построят. Мы сюда парочку человек отправим. Какие-нибудь овощи выращивать. Не хватает нам людей, нам бы человек пять дополнительно для этого поселения. Вот в данный момент для того поселения, которое у нас есть, нам дополнительно пять человек бы надо. И я думаю, мы были бы стабильны. Надо аккуратно, ребята, развиваться. Нельзя сразу много домов строить, потому что они сразу их заселяют и начинают размножаться. Видите, ожидается пополнение. Они прямо начинают размножаться как-то нехрен делать. Из-за этого надо как бы ждать, ребят. То есть нужно стабилизировать, чтобы у вас количество населения было равно количеству еды. Чтобы у вас не было так, что у вас еды меньше. Потому что вы начнете умирать. Ну, как не вы, а ваши поселенцы. Они тут немножко тупенькие. Охотник умирает от голода. Дровосек умирает от холода. Такие себе ребята. А зачем мне 500? Подождите. Я думаю, 200 хватит лечебных трав. Так, сколько у нас здесь поля? На двоих, кстати говоря. Это хорошо. Овес, трава, картофель, пшеница. Умеренно растущий картофель. Овес, трава. Картофель, да, будем. Пшеница это для муки. Овес для кормления скота. Трава, лен. Картофель, да. Картофель. Но это уже в следующем году, ребят. Потому что сейчас уже холодает. И сюда как раз двух человек поставить. 1100, кстати, еды. Это неплохо. В следующем году начнем добывать. Это хорошо нам прибавит питательности, так сказать. Нашим этим. Нашим этим. Давайте отсюда заберем еду. Вот, плюс 1000 еды. Это много достаточно. Для начала. Ну вот. Так что. Торопиться мы никуда не будем. Пускай работают. Пускай добывают пока. Все ресурсы, которые здесь лежат, надо добыть, ребят, обязательно. А, и кстати говоря, знаете что? Надо сюда поставить нам. Да, сюда надо поставить уже дровосека, ребят. Дрова нужны в большом количестве. Я думаю, знаете что? С едой сейчас мы в следующем году с тобой стабилизируем. И я думаю, надо будет... После того, как мы с едой стабилизируем все, нам нужно будет руды. Ну, то есть, камень, каменоломню, глину добывать, начать. Вот эти вот все вот. То есть, глиняный карьер, рудную шахту. Нам нужно будет с тобой прям строить. И сразу, и желательно прям вот где-то прям вплотную, ребят. Рудную шахту вообще, да, на 8 тысяч здесь вот можно построить. Это будет вообще шикарно. Вот, это будет замечательно, ребят. Так, отсюда их можно убрать. И, кстати говоря, одного сюда поставить. Так. С углем у нас пока проблема. Давайте сюда, кстати, дополнительного поставим на лес. Чтобы в лесу ходил. Если вот, допустим, видите, ребят. То есть, кто-то не играл, не знает. Вот, допустим, видите, шалаш знахрен. Зимой же трава не растет. Он зимой траву не собирает. Он идет как разнорабочий чем-то вот заниматься. Там вот камни рубить. Вот, камни рубит это вот разнорабочие. То есть, когда, если зимой ему заниматься нечем, или у него, допустим, я же ему лимит поставил, да, 200 травы соберет, и все, ему заняться нечем, он переключается на какую-то другую работу, ну, разнорабочим. Что-то принести, подать. Где-то какие-то ресурсы собрать. Вот, и что-то мне не нравится, то, что у нас тут опять все зарастает вокруг. Я ничего не вижу просто. Вот, я просто ничего, ребят, не вижу уже. Так, давайте сохранимся. Вот. Так, у нас еще двое детей родилось. Сейчас это хорошо. Так, по дровам что я поставил? В тысячу? Ну, тысячу дров вообще за глаза, я думаю. Даже знаете, что я думаю? Надо до 800. Нам столько не надо дров. Вот так вот. 800 дров, я думаю, нам за глаза будет. Нам сейчас надо будет много дерева. Надо будет много-много дерева. И с едой, с едой. Самое главное, ребят, еда. И дрова. Зимой дрова, вообще еда. Еда всегда нужна. Кстати, можно будет потом промодифицировать. Эффективность заготовки значительно повышается. Количество рабочих трое. Можно, кстати, модифицировать, ребят. И лучше еще будет добывать. То есть, если что, здесь можно модифицировать некоторые постройки. Высокий шанс назначать ребенка. Количество жителей шесть. А сейчас у нас пять, допустим, здесь. Всего пять. А будет шесть. Но строительство, модификации дорого, больно стоит для него. Проще дом новый построить, ребят. Проще построить новый дом. И, кстати, говорят, такие лачуги больше, допустим, потребляют, ребят, дров. Вот такие лачуги больше дров потребляют. А дома вот такие уже поменьше. Вот. Так что выгоднее, ребят, строить дома все-таки. А не лачуги. Это повыгоднее будет. Ну, нормально, в принципе. По дровам пока справляемся. Дефицита нету. Я думаю, мы пару домов построим. А вот эти лачуги мы снесем вообще нахрен. И, кстати говоря, ну-ка по размеру. Я бы хотел посмотреть сразу. А, ну, в принципе, он сюда вмещается, да. Сюда прям можно и построить будет. Вот эти две лачуги нахрен снести. Да, нахрен их снести пока первые. И сюда поставить этот. Хотя можно просто рядом вот здесь построить, на самом деле. Чтобы лачуги не сносить эти. Можно сюда поставить. Ребенок не выжил при родах. Печально. Вот и вот сюда поставить. Два дома. Кстати говоря, они дешевые дома-то у нас. Может, так и говоря, сейчас их поставить. А эти снести. Парочку домов-то. Да. Ну да. Ну ладно, мы пока так поживем. Мы в следующую зиму тогда построим, я думаю. Пока так годик мы потерпим. Ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. По дровам мы держимся. Дрова у нас копятся. Даже какое-то мясо есть у нас. Охотник отрабатывает. Благо у него теперь радиус большой. Вот этот вот. Вот. Так что пускай отрабатывает. Охраняет нас. Охраняет пускай. Ох, тут до хрена, где можно ему ходить, бродить. Пускай отрабатывает. Надо больше охотников здесь поставить. Здесь до шести охотников можно. Так что я думаю... Здесь вообще на самом деле парочку можно поставить. Сюда вот один дом. Да. И туда один дом. И все будет нормально. Вы мне деревья-то вырубите? Нет, товарищи? Вот это дерево вырубите. Вот это. Оно не вырубается почему-то. Возможно забагалось. Оно мне здесь не нравится. Но оно упадет. Оно стареет. Со временем деревья стареют и падают. Благо вроде никого урона не приносят. Вот. Так. Здесь у нас все нормально. У нас теперь еще один так вырос. Один рабочий у нас есть. Мы их на поле отправим. Мы отправим их на поле. Я думаю сразу можно отправить на поле. Потом чтобы картошку это выращивали. И знаете что надо сразу поставить? Пугало, ребят. Вот что надо сразу поставить. Вот здесь вот есть в разделе пугало. Что дает пугало? Отпугивает птицу. Ускоряет рост культур и деревьев. Ну кстати говоря я думаю знаете что? Мы здесь же. Вот прям за этим же первым полем. Я думаю построим потом еще небольшое второе. А потом вот здесь наверное мы еще одно построим поле. А потом вот здесь мы небольшое поле. Мы будем небольшие поля строить. Это будет нам выгодно. Наверное. Давайте вот здесь где-нибудь построим пугало. Пускай где-нибудь да здесь пугало пускай стоит. Ну потом построится. Когда построится. Когда у меня люди будут. Пускай построится пугало. Ускоряет рост культуры. Это очень хорошо. Так. Мне нужны эти. Так. Ну-ка на рыбку сходите. Посмотрите. Что там. Что там с рыбкой? Рыбку заберите пожалуйста. Подожди. Давай мы тебя отсюда снимем. Давай сюда поставим. Сходите рыбку заберите. А то там сотка рыбки уже набралась. Что здесь хорошо кстати. Вот на этих рыбных фермах. Не обязательно чтобы люди здесь постоянно были. Смотришь. Просто сотня накопилась. Отправляешь людей. Они забирают. То есть не надо все время чтобы здесь кто-то был. То есть раз-раз-раз забрали. Кто-то там голодный. Ребенок один год и шесть лет. Они голодные. Принесите им кто-нибудь еды. Алло. Они же помрут. Кто-то занес еды. Один год и шесть лет. Ну здесь на цифры на эти смотреть не надо ребят. Типа. Ну на возраст их. Это так. Возраст здесь так себе. То есть ну он чисто просто так. Но непонятно зачем. Так. Сейчас там кстати говоря этот будет уже. При плюсовой температуре. Мы должны будем отправить туда. людей на поле ребят. Первые поля у нас будут. Первые поля. Так. С дров можно одного собрать. Пускай идет гуляет. Давай. Выноси все отсюда. Ты какой-то медленный. Ты какой-то медленный. Да давай побыстрее. Так. Пугало строительство завершено. Замечательно. Так. Отсюда забрали людей. Пускай идут там дальше где-то работают. Пускай дальше там где-то идут работают. Хотя я знаете что думал. По травам. Мне вообще кажется тут 150 мне хватит. Да. По травам 150 хватит. За глаза я думаю. Одного уже оставляем этого. Дровосек. Потому что зиму мы пережили. В принципе нам хватает. Так. Инструменты я вижу у нас портятся. Да. Нам нужно что? Школу нам надо охренеть. Чтобы школу построить нам до хрена чего надо. Глина нужна. Давайте мы знаете что сразу сделаем. Ребята я думаю. Наверное вот здесь вот мы прям сделаем с вами похоронный огонь. Мы все равно будем строиться вправо. Мы сразу так сказать предохранимся. Что такое похоронный огонь? Когда кто-то умирает. Его сжигают на похоронном огне. Дабы не распространялась всякая инфекция. Кузница. Домик плотника надо построить. Да. Домик плотника нам надо. Нам нужна глина бы еще кстати. 340 дерева. Нам надо дерево до хрена короче. Нам надо тысячу, полторы тысячи дерева ребят. Да. Чтобы сразу эти все построить. Каменоломни. Особенно вот глиняный, глиняный карьер нам нужен. Потому что добыча дерева, добыча все ресурсы. Да. Мы не можем кстати говоря добыть глину. Чтобы глину надо видимо глиняный карьер. По-любому 340 надо. Так, а я вот здесь как-то строил. Да, 3000. Давайте здесь построим. Пускай здесь будет глиняный карьер ребят. Пускай будет потихонечку глиняный карьер. 340 дерева. Нормально. Ранняя весна. Что там поле усаживается? Нет, еще нет. Потому что отрицательная температура. В верхнем левом углу там показано минус 4, минус 3. А высаживается все только в положительную температуру. Когда плюс. Я вообще думаю надо серию заканчивать потихонечку. Но мы сейчас с вами тут понемножечку еще сделаем. Глиняный карьер нам нужен очень сильно ребят. Очень сильно. Камни у нас здесь много. У нас здесь всего много. Глину-то нигде не добыть. То есть если вот так добыть, можно добыть дерево, добыть камень, добыть руду, добыть сено и отменить все. А глину-то не добыть. А чтобы дальше строиться нам нужна глина. И в больших количествах. Так что сейчас глинки мы немножко помесим. Помесим глинки ребят немножко. Пускай приносят. Ну сотка, сотка еще дерево нужна. Да, сто дерево еще надо будет принести им. Да, сто дерево я думаю они принесут. За лето я уже думаю сто дерево заработают. Ну в смысле наколотят здесь. И потихоньку, хотя мы можем вырубкой опять заняться. У меня здесь вырубать нечего. А, не еще. У меня тут опять все зарастает. Видите, потихонечку ко мне тут все подкрадывается. Дерево все зарастает. Ну пускай, да, пускай и это вырабатывают. Все сделаем. Все потихонечку ребят у нас будет. Главное не торопиться. Вот самое главное, ребят, не торопиться. Так, все, плюсовая температура. Фермеры должны пойти работать. Знаете, что я понял? Нам еще колодец надо подвинуть. Сюда будет. У нас здесь есть этот. Нам здесь надо будет колодец. Где он? Вот он. Колодец. Нам прям вот здесь вот, наверное, нужен будет с краешку, я думаю. Чтобы, когда будут выращивать поле, ну, поле будет зарастать. Им же вода нужна, чтобы поливать поле. И отсюда бегать им будет неудобно. То есть далеко больно. Надо, чтобы все было рядом. И тогда все будет замечательно, ребят. Тогда все, ребят, будет замечательно. Что там, поле обрабатывается? Да, потихонечку поле обрабатывается. Умеренная погода. Текущая температура растет потихонечку. Ну, у нас ранняя весна. Точнее говоря, уже весна, а не ранняя. Потихонечку, потихонечку сейчас все сделаем. Сюда бы рыбку бы отправить, кого бы забрать. Да, народу не хватает, ребят. Не хватает рук. Ага. Ну, потихонечку облагораживаем, потихонечку додумываем, доделываем. Все, колодец, вода там есть. Сейчас наберется вода потихонечку. Здесь два человека максимум. Вот такие поля сделать еще, допустим. Вот здесь два человека. Тысячи еды. Тысячи еды. Здесь вот здесь еще сверху сделать такое же на тысячу еды. Это получается поле. Это у нас что там? Двадцать четыре на... На сколько он там получается? На десять? Еще сверху такое же поле. Два человека, да? И здесь вот еще слева одно такое же поле. То есть это получается по тысяче еды. Три тысячи еды. Шесть человек будет работать. Всего, в принципе, шесть человек. А три тысячи еды будет приносить. Раз в сезон. А три тысячи еды это много, ребят, на самом деле. Нам эти три тысячи еды будут очень полезны. Вот. Так что такие пироги. Хлеб у нас потихонечку заканчивается, я вижу. Рыбка есть там что-то. Блин, нам бы людей туда отправить, на эту. Так, я думаю, отсюда можно снять и пока сюда поставить. С знахаря, знахаря я снял. Там 140 есть лечебных трав. Он принес, да, 140? Да, 140 лечебных трав он принес. Если кто-то заболеет, их возьмут. Вот, я отправил сюда на рыбу. Рыбу надо забрать, то здесь уже скоро полное будет. 200 рыбы надо забрать. Ну вот, поле потихонечку уже растет. Уже, видите, пошел процесс. Да, я думаю, можно будет еще одно поле сделать. И парочку домиков. Нам надо сначала с глиняным карьером, с глиняным решить вопрос, ребят. С едой, я думаю, пока у нас будет все в порядке. Пока. Надо еще одно поле поставить, да. И тогда будет в порядке. Я думаю, даже сейчас мы сразу начнем этот вопрос потихонечку решать. Так, 23. Насколько у нас там? Насколько получается? 4. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. На 10. 24. 23 на 10, да, получается. Так. Да. Сразу еще одно поле. Мы подготовим на 1000 еды дополнительной. Под запас. То есть на следующий год мы обязаны сюда еще достроить его обязаны. И поставить сюда еще двух человек, ребят. Двух человек поставим. Так, отсюда убираем. Так. Пускай там идет, добьет до 150. Так, хорошо. Что здесь у нас? Все, добили. Да, потихонечку строится глиняный карьер. Теперь потихонечку у нас строится, ребят. Но вопрос с деревом у нас резко оставил. Видите, опять заросли, видите уже, ребят. Видите, подзаросли. Хотя тут все вырубил, видите, уже. Все, ребята. Заросло. Дождем сейчас, наверное, осень. И на этом, наверное, серию с вами закончим. Давайте сохранимся. Так. Здесь все вырубили. Лесовозы наши. А где у меня там охотник? Охотников бы надо еще парочку бы накинуть, ребят. Пускай бы ходили бы там, отбивали бы атаки. Медвежьи. Это тоже построили. Похоронный огонь, если что, здесь построен. Вот здесь у нас теперь похоронный огонь. Если что. У него радиус нормальный. Мы вот здесь еще домик построим один. Я думаю, здесь еще один домик. Как раз там будут жить, наверное, лесник. Да. Да, и можно будет, наверное, здесь сразу еще один снизу домик построить. Или здесь, рядышком, вот с этой стороны, с правой. Что там застраиваешь? Ну, потихонечку строят. Это все вырубают, вырубают. Я им задачу дал там вырубить все. А вот смотрите, сколько. Видите, вот это все желтое, то, что помечено, крестики желтые. Это все надо им вырубить. Вот вся руда, которая нам нужна. Так, амбары пока там не переполнены. А почему там 173? Подождите. 150. Давайте это мы тоже снимем. Давайте парочку строителей отправим на помощь. Пускай здесь вырубают это все. Вот. Такие вот, ребята, пироги. Школу бы надо построить. Ну, школу, чтобы строить, нужна глина, по-моему, да? Где там у нас? Школа. Что нужно? Да, глина нужна, сено. Дерево много надо. Руды надо много. Камни надо много. Зачем нужна школа, ребята? Если школу поставить, то обучение детей для повышения производительности. То есть, дети, обученные в школе, они лучше работают, ребят. Они, ребят, работают лучше. Может, где-нибудь будет вот здесь вот поставить эту школу. Прямо здесь. Там дом можно будет построить. Или вот здесь где-нибудь чуть подальше. Хотя можно было бы здесь. Но нам сначала с углем надо разобраться. Ой, с углем, с этой, с глиной. Все, практически достроили уже. Что у нас? Раннее лето? Еда потихонечку заканчивается, ребят. Как бы это было бы на печаль, но... Население-то как бы... Ну, в основном, население-то особо не увеличивается. У нас население 13 человек. Но жрут они немало, ребят, я скажу так. Так, 2 900, да? Все, здесь есть глиняный карьер. У нас 2 900. Можно, кстати, отправить в глиняный карьер сразу человечка одного. И глиняный карьер, я думаю, ну что, ну сколько там? Ну... Ну, тысячи, я думаю. Лимит в тысячу поставить. За глаза. Да, да. Так, что у нас здесь? Тоже поле на двоих. И здесь тоже будем выращивать картошку, ребят. Окей. Можно, кстати говоря, их сюда уже отправить. Но они навряд ли что-то здесь посадят вообще. Вот такие пироги, ребята. Глиняный карьер... Блин, знаете, чем карьеры вот эти все плохие? Там люди умирают. Там реально... То есть, ну, тяжелый труд. Там людям сложно. Не знаю, что они соберут. Нет. Здесь на втором поле. Здесь-то точно соберут тысячу еды. А вот что там соберут, я не знаю. Соберут ли что-то. Фермеры зимой у нас, опять же, я как говорил, да, фермеры зимой, ребят, не работают. Вот эти фермеры, четыре фермера, которые у нас работают, они станут разнорабочими. Они пойдут деревья рубить. Еще чем-то там заниматься. В общем, всякой фигней пойдут страдать. Что, глина-то где? А, глина-то. Глина, кстати, долго будет добываться, ребят. И очень медленно, и очень долго. Туда надо 12 человек отправлять, чтобы нормально добыча шла. Вот. Инструменты нам нужны. Нам нужна бы школа сначала, на самом деле. Нам бы нужна школа, на самом деле, сначала бы, а потом уже. Да. Давай, туда иди. Добывай там. Все, опять заросло у меня все поселение. Никто ничего не вырубает. У лесорубов здесь голое все. У лесорубов, у нас здесь все заросло. У нас, ребят, все заросло. Просто охренеть. Так. Так, смотрим, чтобы здесь хоть какой-то урожай сейчас собрать. Если что, экстренный сбор можно сделать. Начать сбор немедленно. Просто начать сбор. Так. Так, отсюда, я думаю, можно людей убрать, да? Пускай идет разнорабочим, поработает. А здесь что, уже собирают потихонечку, да, я понимаю? Да, здесь уже собирают. Здесь уже пошли сборы, ребят. Тысячи этого они должны будут собрать. Есть, не знаю, здесь что-то успеет собрать на втором поле. Нет, хотелось бы, конечно. Но как осень придет, надо будет начать это собирать. Надо следить за этим. То есть, когда осень будет, надо будет начать сборы. Вот такие пироги. Пироги, кстати говоря, тоже будем готовить. Пироги тоже, ребят, будем готовить. Ты можешь, в принципе, сейчас начать сборы. Но потому что потом, по-моему, он там подрастает потихонечку даже. 2959. Оно вот увеличится. А по-моему, там вырастает чуть-чуть побольше. Не, потихонечку собирают. Сейчас еда нам очень нужна, ребят. Она очень важна. Сейчас главное просто наладить поставки еды. Контролировать численность населения. На 5 человек. Вот если я новый домик построю, там 5 человек может поселиться. На 5 человек нужно поле сразу ставить на 1000 еды, ребят. На 1000 еды. Плюс 5 человек, 1000 еды. Или на 10 человек плюс 1000 еды, я уж не помню. Ну, еда там должна быть. Так, температура падает. Я думаю, давайте-ка сбор собирайте. А то сейчас осень как придет резко. И вы охренеете. Хотя бы что-то с этого поля соберем. Хотя бы что-то собрать. Хотя бы 200 еды соберем. Уже, кстати говоря, будет хорошо, ребят, на самом деле. Будет хорошо. Нам нужны инструменты. Вот у меня ломаются инструменты. У меня ломается... У меня ломается все, ребят. Мне нужен хотя бы дом плотника. Да, хотя бы дом плотника нужен. Это у нас все есть. Плотник хотя бы может делать и простые инструменты. Да. Улучшенная уже, по-моему, плавильня. Нет. Или где? Доминая печь. Ух, ядрит тебя через маковку. Какая здоровая. Так. Давайте домик этого построим. А где нам его построить? Ну, я думаю, можно было бы где-нибудь здесь построить, на самом деле. Домик. Можно. Да, где-нибудь вот здесь построить, на окраине. Сейчас они здесь подвыровняют. И здесь домик плотника нужен. И следующее мы будем строить, ребят, школу. Нам нужна школа, нам нужна образованность у детей. Вот здесь очень много надо дерева. Всего здесь надо много. Но школа это прям must-have, ребят. Прям школа, да. Она может отпугивать тем, что там ресурсов надо много. Но реально это того стоит. Прям реально, ребят, это того стоит. Вот. Давайте тоже школу сразу здесь забубехаем. Пускай у нас две постройки такие будут. Здесь школа будет. А здесь пускай потихонечку плотники развиваются. Нужна школа, нужна, ребят. Потому что образованные дети лучше. Они работают лучше. Но потом, когда они становятся взрослыми, у них повышается способность работы. То есть более эффективно работают. Вы тут собираете? Давайте, давайте, собирайте. Ну, с едой у нас все нормально пока. Расширяться, ребят, будем в следующей серии. В следующей серии. Когда мы достроим, я не знаю, сколько нам потребуется. Но в следующей серии, я думаю, достроим домик плотника. Достроим школу. Очень много ресурсов надо. Вот. И мы с тобой после этого всего, когда мы это построим, особенно школу, то только тогда мы построим с тобой два новых дома. Два новых дома мы построим, а два этих мы снесем. То есть нам надо сносить и надо строить параллельно. Вот эти два мы снесем, две лачуги. И построим новые домики. Это будет хорошо. Гленка здесь потихонечку, потихонечку добывается. Это тоже хорошо. Дров, я думаю, нам на зиму хватит. Новых домов у нас все равно с тобой нету. Конечно, там ресурсов, конечно, камня 200. Это вот 230. Но у нас хватит. Сено только надо будет. Да, дерево-то на дыбы. Дерево-то вон у нас все заросло. Смотрите, все, видите. Все вокруг нас опять зарастает деревьями. Вот такие пироги. Ладно, все, давайте на этом закончим, ребят. В следующей серии мы уже увидимся, будем достраивать и так далее. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok